всем привет добро пожаловать на канал ну как видите у меня сегодня такой необычный фон да он на фоне белой стены вот но это все не важно а то бывает знаете пишут там то есть не устраивает этим не устраивает ну вот что есть то есть где это мы снимаю но это все неважно это все отступление от темы у нас с вами сегодня парфюмерные выпуск парфюмерная тема наш с вами разговор будет посвящен одному аромату из класса селебрите женскому аромату заметьте но аромат такой вот легкий ненавязчивый интересным таким цветочным орнаментом или оттенком сейчас более подробно о нем вам расскажу покажу также мы как обычно сделаем с вами за тест небольшой да на эту парфюмерную композицию естественно как обычно расскажу вам свое мнение об этом аромате поэтому кому интересно посаживайтесь поудобнее и давайте с вами продолжим ну как я уже говорил аромат будет представлен из серии celebrity из линейки ароматов сара джессики паркер аромат под названием даун я лопатил интернет перевод как рассвет он переводится ну вот значит он именно для рассвета и создан скажем так да а вот ну вот так вот его назвали и сейчас мы с вами более подробнее его вот это вот композицию да вот так вот он выглядит ну все вы наверное вы знаете многие знаете если у вас есть в коллекции или вы им пользуетесь пожалуйста пишите мне в комментариях хочу услышать ваше мнение по поводу этой композиции честно вам скажу он нежный я бы назвал даже летней композиция дамская такая да безвозрастная то есть она на любой возраст на ну вот сейчас на прохладу вот я не знаю как вы знаете в разных регионах разная погода можно и сейчас кому-то носить у кого тепло еще да но мне кажется это больше летние летний аромат чем его называть там земли зимним осенним или весенним или на прохладу больше летний тишин легенький он цветочный он цитрусовым оттенком он такой знаете вот немножко романтический я бы сказал да ну и такой привлекающий такой вот немножечко легенький такой вы знаете вот ну вот просто ну и поливашка его не зовешь хотя можно поливашка он не так долго держится он где-то до четырех часов у него стойкость но я считаю это нормально но мне удалось рвать со скидкой вот я не помню что около двух тысяч он стоит может где-то можно найти дешевле вот выпущен был композиция в 2009 году работал над этим ароматом парфюмер стивен нильсон 75 миллилитров этот объем 75 до миликов ну и в составе композиции вот в старте здесь цитрусы дягель или ангеликой его еще называют лист фиалки это в старте да то есть на такой вот легкой сразу же начинается сочетание легкое такое вот начало легенькое ну и в сердце орхидея и в базе дубовый мог ирис мускус в ваниль и ветивер ну и давайте может быть сейчас продолжим да я так понимаю что выпуск нас будет коротюсенький потому что собственно говорить-то много о нем и не буду не хочу за и затратить ваше драгоценное время но и у меня тоже есть какие-то еще дела вот поэтому вот сейчас коротюсенько вам расскажу сейчас я вам нанесу на палфетку мы с вами распробуем я вам расскажу свое мнение и опять же не забывайте как уже я повторялся писать ваше мнение по поводу мною сказанного то есть слышали вы этот аромат не слышали знакомого с ними знакомы ну и хочется услышать композиция относится к семейству зеленые цитрусовые не зеленые потому что связано с зеленью и цитрусовый то что здесь так именно цитрусовый я вам скажу честно он очень приятный он нежный он мягкий вот вот правильно будет даже определение к нему что он мягкий такой знаете не навязчиво мягенький интересный цветочная такой вот воздушный воздушный даже да я сказал вот именно парфюм ванилька есть чуть-чуть есть чуть ванильки есть в нем немножечко вот этой вот цветочного оттенка есть немножко в нем такого знаете переплетения вот как вот описывается именно орхидеи вот цитрусы такие вот я сказал как он такой вот недозрелый цитрус который только-только вот начинает вот набухать да вот еще не созревшие плоды цитрусовых каких-то таких вот компонентов вот может быть вот эту нежность придаёт здесь вот цитрусовый аккорд да какой-то вот знаете скорее всего здесь может быть будет даже цветок апельсина скорее всего даже цвета апельсина и вот это вот запах орхидеи хотя все дыри они разноцветные давние сорта разные они пахнут по-разному что-то здесь есть такое орхидейные и ванилька проскакивает ну кстати вот именно вот этого вот силы мускуса и силы мускуса которые вот обычно добавляется парфюмерии я здесь не слышу ветивер и он придает какую-то зеленоватость такую задумчивость этому аромату очень даже кстати неплохая довольно таки легенькая такая вот как я уже был воздушная композиция которая честно говоря я вот ну четверо доволен да вот подарил маме она с удовольствием носит и вот довольна и на самом деле здесь есть что такое знаете немножко романтизма какого-то вот что-то такое вот притягательное что-то в этом аромате есть что-то чувственное может быть так вот это назвать да вот как-то такое интересненькое да вот ванильная цветочная цитрусовый этот вот идет перемешка аккорд вот вот как-то вот так я могу его описать друзья мои то есть больше я про него сказать ничего не могу потому что он хорош он хорош собой но кстати многие ароматы из линейки сара джессики паркер довольно таки неплохие очень даже хорошо сделаны и надо дать должное на парфюмер вот этому именно за которым одним работа на их но что вот так за такой вот творческий подход за такой вот подачу вот этой композиции вот знаете он вот норме с чувством какие-то может быть ходил может слюбленностью потому что аромат тоже немножко дает такой вот знаете любовный страстью не зовешь такой знаете вот я жил романтизмом такой вот знаете вот любовь с первого взгляда то есть я например вот по себе хочу сказать что если бы я ну вот есть на нем допустим представьте себе что вы в активном поиске да что вы мимо вас прошла девушка или женщина со шлейфом от этого аромата шлейф у него есть он может быть не длинный но он присутствует ну естественно как бы вас бы уже закал за такой желание то есть мужиков сейчас касается что а вот мы с ней познакомиться да то есть вот вот такой вот что-то притягательное в нем есть в этом аромате вот есть и со стороны он звучит как-то вот это знаете с одной стороны салфетка да когда вот мы с вами привыкли так вот дегустировать тестить рассказывать но когда ты его слышишь на другом человеке мимки проходящим и находящим с тобой в компании или в одной аудитории неважно где вы находитесь он уже по-другому мы немножко зазвучит также интересно также красиво также легенько воздушно и такое знаете вот он аромат с улыбкой он аромат с улыбкой который напоминает нам о лете то есть в принципе в принципе я не говорю о том что его нет ни в коем случае на сей зимы нельзя или в холодное время года нельзя нет я это не отрицаю что можно его одеть и это будет вам как знаете как воспоминание о лете как воспоминание о хороших хорошо проведенных временах днях каких-то там да или каких-то событий и вот именно хороших событий которые вот вас сопровождали в жизни этот аромат он не тоже заставит он вас погрузит вот в эти воспоминания восстановления о хорошем восстановления о хорошем и о таком вот о такой нежности ну кутает вас вот этой вот уютностью какой-то вот легкостью и вот немножко таким знаете сокрылением заболтал родные мои вот ну короче говоря суть вы мою поняли мою подачу вы поняли надеюсь да если не поняли опять же пишите повторюсь и будут в комментариях я вам может быть и переписки повторюсь про него опять же не забывайте правительства и surveillance на мой дзен канал на мой telegram канал все ссылки в описание будут в каждом описании под каждом видео как ко мне пройти опять же не забывайте про девочек про марва про любу долиман икра глашу марс также ссылки на их канал và выкладываю в каждом видео под описанием поддержите девчонок не забывайте и про них Ну что, друзья мои, я с вами прощаюсь. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего, хорошего дня, хороших выходных. Последний выходок уже сегодня воскресенье. Завтра начинается опять рабочий будень. Ну, может, какой-то выходный продолжать, может, что-то из вас в отпуске, я не знаю. Короче говоря, всего вам самого хорошего, всего наилучшего. До встречи. Всем пока. Обнимаю. Хорошего дня и отличного вам настроения.